Уважаемые телезрители, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился, активно мы сегодня обсуждаем мусорную реформу. И вот насколько я поняла, когда готовилась к эфиру, есть тарифы, которые есть для потребителя, но есть еще тарифы для мусорных полигонов. Что это такое? Насколько я понимаю, они уже утверждены. Объясните, пожалуйста, мне и нашим зрителям, потому что я думаю, если я не понимаю, то зрители тоже не понимают. Что это такое за тарифы для мусорных полигонов? Это тарифы или, скажем так, плата за услугу, которая входит в состав расходов регионального оператора или в состав нынешних сейчас организаций, которые занимаются вывозом мусора. Эти тарифы были всегда? Эти тарифы были всегда. Они поменялись, существенно изменились, потому что изменилось законодательство, введены новые обязательства по обращению с отходами, в том числе для полигонов. То есть введена новая обязанность уплачивать, есть такая некая плата за негативное воздействие на окружающую среду. Существенный размер у нее достаточно, он сопоставим практически с стоимостью средней цены по захоронению был введен. Но это своего рода такой механизм экономический. Это экологическая составляющая тарифы, да? Это своего рода такой экономический механизм, стимулирующий организации к сокращению вредного воздействия на окружающую среду и вовлечения в оборот отходов. То есть переработка, стимулирующая организация, заставляющая ее перерабатывать. Чем больше она будет перерабатывать, тем меньше захоронить землю, тем меньше она будет этот налог платить. То есть стимулирование рублем, в принципе, вы на него возлагаете? Это своего рода, можно рассматривать ее как инвестиционную составляющую, потому что если организация будет реализовывать ряд мероприятий, которые позволяют сократить влияние негативное на окружающую среду, величина налога может быть снижена на сумму вот этих мероприятий. То есть, в принципе, когда мы уже дальше туда пойдем-пойдем и будем эффект видеть, то тогда уже мы начнем борьбу. Закон в том, что да, именно сократить влияние, вредное, негативное влияние на окружающую среду и вовлекать в оборот, то есть отходы, переработку, максимально запускать переработку и снижать процент отходов, которые будут непосредственно захорониваться в земле. Слушайте, ну такое немножко философское отступление. Вот я начала с этих 5 миллиардов тонн мусора, да? Действительно, вот проблема с мусором сейчас достаточно глобальна вообще для всего мира, для нашей страны, для нашего региона? Ну, знаете, наверное, для того, чтобы в полной мере этот вопрос обсудить, нам здесь, наверное, еще не хватает представителей Министерства природных ресурсов. И горы мусора на 100 лет. Ну, значит, действительно, мы на сегодняшний день сталкиваемся с такими ситуациями, что есть ряд, скажем так, муниципальных районов, где, ну, в общем, нет ни одного вообще, в принципе, легального объекта для размещения отходов. Ну, такого, о котором говорил Богдан Владимирович, который бы имел лицензию, был включен в Государственный реестр объектов размещения отходов и так далее. То есть, соответствовал всем требованиям закона. И в таких, скажем так, образованиях муниципальных существуют так называемые санкционированные свалки, несанкционированные свалки, на которые вывозятся вот эти все отходы. Значит, естественно, что, значит, размещаются они там не совсем, скажем так, мягко говоря, законно. Но для населения, может быть, в чем-то это выглядит как положительная сторона вопроса, потому что, если у них кто-то забирает эти отходы и везет туда, на такое место, да, берут у них эти отходы по достаточно, скажем так, низкой цене. Потому что тот перевозчик, который берет эти отходы, вываливает их неизвестно куда, он не платит вот как раз тот тариф, о котором сейчас Сергей Геннадьевич говорил, который есть у объектов размещения отходов. И там цена может быть там либо вообще около нулевая, либо там очень, ну скажем так, маленькая. Поэтому вот со стороны вот жителей вот таких муниципальных образований, ну, как бы, может быть, есть некоторое непонимание, почему как бы мы должны, да, это что-то новое. Почему мы должны, почему мы должны платить, почему мы должны платить столько, да, ну, допустим, если жители города Ставра, бля, там, платят порядка, там, 100 рублей, да, то там жители каких-то там, ну, скажем так, других муниципальных районов, там, могут не платить вообще, либо там платить там 20 рублей, 30 рублей. Но мы должны понимать, из чего складывается эта цена для одних и для других. Вот еще дальше хочу про цены поговорить. Либо это организовал там, ну, скажем так, там, допустим, глава поселения, этот вопрос в рамках своего там 131-го федерального закона, они организовали так называемое благоустройство, то есть это для людей практически бесплатно, трактор возят в поле, ну, я районы не буду называть, конечно, но, допустим, даже, ну, вплоть до того, что это природоохранная зона, и когда Росприродный отзор, там, и Министерство природных ресурсов начинает за это наказывать, естественно, все возмущаются, вот, за что меня наказывают, ну, это, во-первых, это, а, незаконно, во-вторых, это наносит вреда, в окружающей среде, а то, что действительно времена поменялись, эти площадки действительно законно выделялись, то есть у нее не было разрешенного, видоразрешенного использования, что туда можно складывать, ну, просто администрация определила вот это место. Потом прошло, допустим, 20 лет, и там уже, ну, гора мусора, там, размером с эту комнату и высотой, наверное, с эту комнату, вот, ну, а время идет, главы меняются, ну, как-то так. А ситуация не меняется? Ситуация не меняется, да. У меня самый главный сейчас вопрос, вот мы с вами сидим, да, все вот люди, которые понимают, и вы об этом хорошо рассказываете, у меня только один вопрос, как вы себе, вообще, как, вот, насколько эта система, я не знаю, через сколько она вообще заработает, и как вообще надо будет убедить и поменять сознание, любить день, чтобы эта ситуация заработала? Вот этот у меня вопрос, потому что, вот, как мы говорим, да, ладно, жители многоквартирных домов, ну, там все понятно. Мы привыкли, мы платим за вывоз мусора, приезжает машина, мы в контейнер выбросили, контейнер в машину, в машину мусор выгрузил и увез. В деревнях, в частном секторе, да, люди, вот, как вы говорите, как вот это менять? Вот насколько вообще, то есть при новой системе все должны будут работать правильно, возить мусор правильно и платить за это? Вот как менять сознание людей? С чисто обывательского подхода, и, как бы, ну, я себя воспринимаю, как жителя Ставропольского края, который также выносит мусор, также я прожил 9 лет в деревне, я прекрасно понимаю, куда это все возится, ну, сейчас, как бы, морфология отходов, она поменялась, то есть я к себе в деревню приезжаю, допустим, там те же пластиковые бутылки и все остальное, оно присутствует. Это просто кладется в мешки и потом на машине отвозится, ну, допустим, в город, да, ну, потому что в организации, в этой деревне нет организации, в Курской области, которая занимается вывозом, возможно, там, раз в месяц собирают, там, с железнодорожного вокзала, там, с административных зданий, с клуба, вот. Но, как правило, люди это вывозят, либо это закапывается где-то рядом, либо это вывозится, ну, в город. Если ты вывозишь это в город, соответственно, за тебя городской житель заплатил. Это тоже не совсем справедливо, мне кажется. Я знаю, что жители частного сектора, вот, например, собирают мусор и привозят в контейнеры, в многоквартирные дома, но это тоже есть. Ну, вот видите, вы подвели сами нас и себя к выводу, зачем нужна эта мусорная реформа. Я понимаю, зачем она нужна, я абсолютно четко понимаю, зачем она нужна. Как менять сознание людей, как вы будете работать, и вот сейчас сразу, наверное, к практичному вопросу перейду. Вот смотрите, с 1 января система заработает. С 1 января, и вот тут вы мне объясните, как вы вообще информируете людей, и как я, каждый из вас, должен заключать договор с компанией. Вот как вот это вот, то есть с 1 января мы должны начать жить по-новому. Во-первых, вы сейчас, я так понимаю, вот вашим вот этим отделом просто вот так вот зароетесь в этих договорах и в людях. Как вообще вы эту работу организовываете, как вы людей информируете, и действительно каждый из нас должен заключать договор или нет? Смотрите, значит, ситуация следующая. То, что касается МКД, в которых есть управляющие организации, ТСЖ и так далее. Значит, и там мы будем заключать договоры непосредственно с этими управляющими организациями. То есть мне, как жителям МКД, думать об этом не надо? Значит, нет, смотрите, единственное, вам о чем надо будет думать. Даже, наверное, не вам скорее, а самой этой управляющей компании. Я, как бы, пользуясь случаем, тоже хотел бы еще раз об этом сказать для всех, что управляющие компании должны будут провести общие собрания. Поскольку это коммунальная услуга, а договор они будут заключать с нами, они должны будут в свои договоры управления включить еще, ну, скажем так, дополнительные условия, дополнительное соглашение о том, что они теперь являются еще и к тому же исполнителями коммунальной услуги для своих жильцов. То есть управляющая компания получила? То есть зачем было вообще жилищную переводить в коммунальную услугу, а? Вот так все усложнять? Нет, ну, во-первых, смотрите, раньше можно было сказать, вот при ранее действующей системе, да, что я, допустим, там, ну, для частного сектора, скажем, да, я не произвожу мусор, я его, там, ем, я извиняюсь, там, да, ну, что угодно там. Сжигаю, как всегда. У меня его нет, да. Вкусная куча. Да, сейчас у нас несколько иная ситуация. То есть сейчас есть норма накопления, она будет, да, утверждена, значит, от которой, извиняюсь, никуда не денешься, да, будет тариф. И на сегодняшний день мы будем охватывать полностью всю территорию. То есть, ну, говоря на пальцах, мы будем проезжать, если это частный сектор, собирать у всех, кто нам, кто выставляет, никого, как бы не пропуская, да, что касается там, ну, грубо говоря, собирать у всех. То есть нельзя будет кому-то сказать, я этот мусор ем, потому что есть норма накопления, и мы ее, и мы ее, это весь этот мусор, мы его весь собираем. То есть, соответственно, даже если человек не заключает договор с нами, мы услугу все равно ему оказываем. А если мы ему оказываем услугу, и он не платит, ну, тогда уже возникает, как бы, ну, скажем так, спор судебный, да. То есть в данном случае возникает такая вещь, которая в гражданском законодательстве называется неосновательное обогащение, да. Соответственно, конечно, это будет достаточно сложно взыскивать все, но, тем не менее, появляется хоть какой-то механизм воздействия. Слушайте, хорошо, а как вы заставите, ну, ладно, МКДшники, понятно, как вы заставите каждого жителя частного сектора, села, заключить договор с региональным оператором? Или как? Или это автоматом будет? Вот как это? Значит, смотрите, существует несколько вариантов, да. Первый вариант – это просто, да, заключение договора различными методами. То есть, либо мы, либо к нам приходит человек в наше представительство, либо он делает это электронно на нашем сайте, в своем личном кабинете, да, который он там открывает. Либо мы приходим к нему, к этому человеку, значит, и заключаем у него, если он там физически не может, там, может быть, человек инвалид, или еще там, по состоянию здоровья не может к нам прийти. Значит, либо он по выставленной нами платежке оплачивает нам эту сумму, и тогда договор считается заключенным путем совершения конкуридентных действий. То есть, вот несколько вариантов, как бы… То есть, он автоматом в любом случае, каждый человек уже автоматом, он с вами заключен. Да, в этом и смысл коммунальной услуги. Слушай, ну, все очень здорово. Давайте немножечко прервемся. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, что зритель хочет спросить, а потом уже продолжим разговор. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Откуда вы к нам дозвонились? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, немножко от телевизора. Как вас зовут и ваш вопрос? И откуда вы? Меня зовут Любовь Ивановна Наумова. Я юго-западный район, 50 лет в ЛКСМ, 73-1, старшая дома. Я хочу вот этих прелестных мужчин сказать, как у нас, вообще сколько у нас… Я выходил на прямую линию, я сейчас не помню, Дудукин или кто-то, Вечерний Ставрополь, потом еще один товарищ выходил, прекрасный. Вы скажите, пожалуйста, как же вы можете еще раз пенсионеру удавить этим мусором? Сколько вот будет цена? Вы сейчас… Вот мы, я слушаю, очень внимательно вас. Любовь Ивановна, давайте вот сейчас вы полностью свой вопрос сформулируйте, а как раз к вопросу цены мы планировали перейти во второй части эфира. У вас есть еще вопрос? Значит, в газете Вечерний Ставрополь написано 200 рублей, 210 рублей, как это понимать? Я поняла. Любовь Ивановна, кроме вопроса цены есть у вас еще вопросы? Ну, вы знаете, слов нет, оставить одни эмоции. Причем во всех жильцов дома, у нас 4 дома как раз. Вы знаете, у нас просто, когда услышали это все, я не знаю дальше что, губернатору разванят люди. Так что, не знаю, решайте вопрос с этим мусором. Спасибо вам, Любовь Ивановна. Ну, вопрос цены в любом случае мы бы удивились, если бы сегодня вопрос цены не возник. Вот. Поэтому рассказывайте, откуда взялись 200 рублей? Не знаю, честно говоря, откуда, да, просочилась такая информация. Тем более, Вечерний Ставрополь был упомянут, да, и, насколько понимаю, недели, наверное, две или неделю, может быть, назад была статья, в том числе у меня интервью брали, в котором я сказал, что не будет никаких 200 рублей с человека, естественно. А тариф для потребителя уже утвержден или еще нет? Знаете, тариф для потребителя, в чем реформа еще вся произошла, да, если мы устанавливали раньше тарифы, фиксированные на услуги полигонов исключительно, да, которые входили в состав услуги по вывозу мусора и составляли где-то в районе 20% в этой цене услуги полигонов сохранялись. И они были фиксированы. Сейчас тарифы как на услуги полигонов, как на услуги регионального оператора устанавливаются на предельном уровне, максимальном. То есть как полигоны, так и региональный оператор вправе пользоваться договорными тарифами, но не выше этого предельного уровня. То есть они могут и ниже применять тарифы. Определьный уровень есть уже? Предельный уровень сейчас формируется, то есть проводится экспертиза определенная, то есть есть определенные сложности, поскольку состав тарифа регионального оператора, он включает как регулируемую часть, так и нерегулируемую. Да, уже мы упоминали о том, что региональный оператор проводит конкурс по выбору мусоровозящей организации, то есть вот эта цена как раз формируется по итогам торгов. Цена услуг по вывозу мусора, который проводит региональный оператор. И еще две составляющие, это услуги полигонов, которые 20% где-то составляют стоимость услуги регионального оператора, плюс те расходы, о которых мы говорили, это расходы по выставлению счетов, заключении договоров, работа с потребителями, абонентская, скажем так, вот эта вся служба, работа, содержание, то есть работа регионального оператора. Вот три части, две из них регулируются, одна услуги вывоза, те, которые определяются по итогам торгов, не регулируются. Мы сейчас анализируем как раз вот эту всю ситуацию, пытаемся как-то скорректировать тарифы, но в любом случае есть поручения, в том числе и на уровне правительства и так далее. То есть рост будет связан только исключительно с изменением, вот это введением платы за негативное воздействие. Это где-то в районе 18% дополнительного роста от того, что есть сейчас. То есть если человек, грубо говоря, платил 50 рублей, то он будет платить 57 рублей. Ну то есть рост незначительный, потому что мы неоднократно слышали... В случае остальных ресурсов, это да, существенный рост 18, то есть сейчас все остальное коммунальное услуга, она где-то в районе 3-4% увеличивается. То есть на этом фоне, конечно, это резкий рост, скачок и так далее. Надо понимать, что реформа тоже значительная произошла, дополнительные расходы, дополнительные обязательства у регионального оператора появляются. И все это достаточно трудозатратно, но учитывая, что опять же это все пилотный вариант, что надо все равно разобраться, да, много подводных камней в этом, много чего непонятного. То есть потихоньку, то есть принято решение также на правительственном уровне, сразу всю эту реформу не запускать на полную катушку, да, то есть будет поэтапно. Мы сначала еще посмотрим, как сложится экономика, то есть год поработает организация, проанализируем, какая у них экономика сложится, и дальше будем принимать решения. Потому что мы уже говорили, да, то есть два раза занижены объемы мусора, да, те, которые вот были, скажем так, задекларированы, да, те, которые регулировались. То есть еще половина объема, ни договорами никакими не оформлено, ничего, то есть несанкционированные свалки сбрасываются. Им еще надо собрать этот объем мусора. Соберут или не соберут, они себе, конечно, задачи амбициозные поставили, да, будут стремиться к этому, но по факту, как это у них получится, мы посмотрим по итогам отработанного времени, да, то есть за 2018 год. И сейчас, соответственно, тарифы будут для людей, они корректироваться немножко так административно, насколько я понимаю. То есть вот где-то в районе 18%... В данном случае, правильно Сергей Геннадьевич говорит, он говорит о том, что будет у нас тариф предельный, предельный тариф, но это не значит, что мы будем работать по предельному тарифу со всеми категориями потребителей. То есть мы вправе его уменьшать. И поскольку задачи... Нет, поскольку задачи поставлены, нам как бы и сами, мы сами не заинтересованы в каких-то социальных взрывов и негативе, да, и мы заинтересованы в прозрачности нашей работы, мы заинтересованы в заключении договоров. Естественно, что для населения мы не будем применять предельный тариф. Мы не будем, как бы, выходить на то, чтобы перекладывать на потребителей какое-то ужасное обремя, там, нагрузку какую-то по оплате этих услуг. Поэтому, да, мы понимаем, что мы можем увеличить тариф только на вот эти объективные факторы, да, с учетом объективных факторов, что это оплата за негативное воздействие на окружающую среду, ну и может быть там какие-то некие составляющие, которые будут зависеть от каких-то корректировок систем налогообложения, которые у нас возникнут в результате там взаимоотношений с нашими контрагентами, значит, с новыми формами деятельности, да. Поэтому говорить о том, что будет существенное увеличение тарифа, ну, по крайней мере, по Ставрополю, ну, не будет его существенного. Единственное, вот то, о чем я вам раньше сказал, да, что существуют некие, скажем так, муниципальные образования, в которых вообще либо не платилось, либо платилось, скажем так, но отходы вывозились на нелегальное место размещения отходов, естественно, там, ну, будет ощутимо. В общем, ощутят повышение тех, кто либо совсем не платил, либо платил, как в сельских территориях, незначительно. Ну, да. В сельских территориях, в которых доходы вывозились не туда, куда надо, скажем так. Уважаемые гости, прервемся на несколько минут, выпьем водички. Уважаемые телезрители, звоните, вы еще успеете задать свои вопросы. 800-707-02-26. Говорим мы сегодня о мусорной реформе, что это нам даст, поможет ли побороть несанкционированные свалки, как это вообще будет работать. Прервемся на несколько минут, не переключайтесь. Мусорная реформа Мы решили к активной реализации вот 89-го федерального закона и его требованиям. Туда были внесены изменения, которые требовали сначала утвердить территориальную схему до определенного момента. И с 1 января 2018 года должны были заработать по всей стране вот эти региональные. С 17-го. С 1 января 2017 года. Спасибо. Должны были заработать региональные операторы. Потом получилось так, что ни территориальных схем, ни норм накопления у ряда регионов... Не готово, да. Этот срок перенесли на 2 года, а мы уже попали в этот список, в этот десяток. Но здесь есть определенные плюсы, потому что на этой волне Ставропольскому краю, благодаря нашему правительству, что в проекте федерального бюджета на модернизацию этой инфраструктуры запланировано более 100 миллионов рублей, а также средства выделены на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду. Это свалки в Петровском районе и в Кисловодске. Это, могу ошибиться, 108 миллиардов... Миллиардов было бы хорошо, конечно. Это из одного миллиарда, которые собрали за негативное воздействие. Планировалось их, по-моему, 6, насколько я слышал. Из этого миллиарда на ряд субъектов, которые постепенно вошли в эту реформу, эти деньги распределили. Это как деньги на модернизацию объектов легальных, которые занимаются именно обработкой отходов. И деньги на средства на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Слушайте, мы говорим сегодня о том, что большая проблема – это несанкционированные свалки. Мусорная реформа призвана именно эту проблему победить и на регионального оператора. Вообще, вот такая задача по ликвидированию и борьбе с несанкционированными свалками возложена? Смотрите, я можно по этому вопросу свое мнение. Значит, несанкционированные свалки – это не только отсутствие культуры. Это прежде всего, наверное, слабый рычаг контроля со стороны государства за оказанием этой услуги. Ведь что происходит на сегодняшний день? Достаточно часто организации, которые берут деньги за оказание этой услуги, они везут эти отходы не на легальный объект, а, я извиняюсь, куда-то во враг, или в лучшем случае на какую-то так называемую санкционированную свалку. И регулировать эти вопросы можно только в рамках природоохранных мероприятий. То есть по факту, когда уже этот мусор там оказался. А до этого, пока эта машина куда-то едет, если у организации есть лицензии, это ведь нельзя никак проконтролировать. Потому что это гражданско-правовые отношения. На сегодняшний день появляется механизм, который позволяет государству в лице Министерства ЖКХ полностью контролировать этот процесс от начала, от места сбора этих отходов, и до конечного их размещения. Более того, согласно требованиям нашего соглашения, все наши машины, которые работают, должны быть оснащены системой ГЛУНАСС. То есть весь их трек можно отследить, где он забрал, куда он привез и где он остановился. Поэтому это дополнительный рычаг контроля, который рассчитан не на то, чтобы бить по последствиям, а бить по первопричинам образования этих свалок. Плюс еще о чем я хотел сказать. Значит, у нас, как у регионального оператора, есть обязанность выявлять стихийные несанкционированные свалки, которые образовались в период нашей деятельности. То есть перечень существующих у нас есть в территорийной схеме. Раппированные. Да, есть в территорийной схеме. Мы выявляем эти свалки, находим собственника земельного участка, предъявляем ему требование в течение 30 дней это убрать. Если он этого не делает, то мы убираем это сами и выставляем ему счет за ликвидацию последствий того, что там сделано. То есть я так понимаю, Богдан Владимирович может меня подтвердит. То есть в этой схеме, в которой сейчас должна заработать, нет возможности появлению вообще несанкционированных свалок? В идеале, теоретически, да. Ну будем к идеалу стремиться. К этому и нужно стремиться. Вы для этого есть. Мы вот для этого и работаем. Не могу не задать этот вопрос. Вот в соседнем, например, ну наши соседи тоже реализовывают, да. Вот, например, Краснодарский край потихоньку приступил к этой реализации мусорной реформы. У них там, я могу ошибаться, порядка 10 региональных операторов, да. У нас всего 4. Но не боимся ли мы монополизма? И роста цен, как вот, ну вот, ну не могу не задать этот вопрос, как потребитель. Тут речи о конкуренции вообще не идет. Вот хоть 10, хоть 4, хоть 50 региональных операторов, каждый из них действует на своей территории. Их территории никак не перекликаются, поэтому ни о каком конференции здесь как бы, ну, не идет речь. Дополню то, что в Краснодарском крае, мы просто были там на встрече, и там присутствовал региональный оператор, это бывший МУП Краснодарского края. Тут имеется в виду именно город Краснодар, Единской район. Мы стремимся к тому, чтобы, ну, у них также эта реформа по всему Краснодарскому краю заработает, в любом случае до конца 2018 года. Вот, но мы идем планомерно к тем территориям, на которых есть объекты, которые не охвачены полностью вывозом, которые не охвачены договорами. То есть мы уже перешагнули определенную черту. Конечно, можно, да, было выбрать просто как пилотный там проект на территории, как просто город Ставрополь, Шпаковский район. Это было бы очень удобно. Но лучше, мне кажется, начинать все сначала. Ничего бы не изменилось, в принципе. Вот хорошо, если мы говорим о реализации реформы, да, с чего мы начинаем? То есть мы, получается, у нас сейчас с 1 января заработает первая определенная зона. Это город Ставрополь и... Это, знаете, что? Это город Ставрополь, это Шпаковский район, это Труновский район, это Изобильнинский район, Новоалександровский район, Красногвардейский район, Туркменский район, Ипатовский район, Грачевский район, Петровский район. Немало. Когда? Хорошо. Может быть, что-то опустило. Да, 11. Мне, конечно, хочется задать вопрос, во всех этих территориях с 1 января не будет ли гор мусора, но не могу. Да, представляете, просыпаемся мы, новая схема, которая вдруг, ну, бывает в нашей стране, да, что все новое раз, думали, классно, не выстрелило, и все мы потонули в горе мусора. У нас сейчас технологически, значит, ну, скажем так, все отработано. Уже по всем районам в тестовом режиме проехала техника по маршрутам. проехала вместе там с представителями администрации, с представителями, значит, существующих мусоровозящих компаний. То есть посмотрели, я извиняюсь, где, вплоть до того, что где мусоровоз, может быть, под провода они проходят. Чтобы везде проехал, да, ко всем. Да, да. То есть работа вот эта проведена, значит, техника существует, значит, поэтому, ну, вот, как бы, все, что могли, все, что могли отработать, все, что можно было, все сделали. Поэтому уверенность есть. Существует, конечно, скажем так, фактор 1 января, когда просто физически мусора очень много. Но я думаю, что мы справимся с этим. Ну, вы прям с 1 января начинаете вывозить. Конечно, конечно. Ну, постараемся так, чтобы не было, как говорят, коммунальщики были не готовы к зиме. Ну, вот я же, собственно, про это и... В общем, к вывозу мусора готовы. Хорошо, по остальным зонам. Сколько у нас еще нужно определить? Они уже определены, еще три зоны? Зоны, да, еще три зоны определены. Они утверждены в нашей территориальной схеме. В ноябре месяце мы, да, по постановлениям правительства Ставропольского края этот документ был утвержден. Соответственно, наша задача сейчас с января провести торги по этим трем зонам. Почему? Потому что 89-й федеральный закон об отходах, он предусматривает заключение соглашения с региональными операторами на территории субъекта. Это во всей Российской Федерации, не только у нас. До 1 мая. То есть до 1 мая нужно определить еще три региональных оператора? Да, совершенно верно. Требования какие-то жесткие к ним предъявляются? Как вы их вообще определяете? Ну, требования довольно жесткие по конкурсному отбору. У нас есть постановление, это регламентировано все постановлением правительства Российской Федерации в 881-м. Во-первых, региональный оператор обязан обладать на данной территории, территории довольно крупные по краю, обязан обладать мощностями, которые позволят забрать образованные отходы более 50% на данной территории. Плюс, соответственно, он должен внести определенное обеспечение, которое 5% от валовой выручки. Это договор, который заключается на 15 лет сейчас по закону. Если я ошибся, Сергей Ильич может поправить на 15 лет. Сейчас договор на 15 лет заключается. 15 лет работать будет региональный оператор? По нашему соглашению 15 лет. Слушайте, а если, ну, я не хочу, пусть хорошо все будет у этого, но если вдруг, ну, не тянет региональный оператор? Ну, там есть свои механизмы, но у нас сейчас законом предусмотрено, что этот договор заключается не менее чем на 10 лет. Ну, хорошо, если возникли проблемы с регоператором? Ну, проблемы могут быть, если региональный оператор какие-то услуги не выполнил, а здесь единственная услуга это забрать, отвезти на санкционированный объект, ничего не просыпав, скажем так. Так, несложный, ну, технологический процесс, естественно, сложный, но, как бы, тезисно, коротко. Если он не выполняет свои обязательства, у него внесена банковская гарантия, это обеспечение на данном участке, это порядка 178 миллионов рублей. Он должен будет государству, если не выполнить свои обязательства. Вот, я не ошибся в цифре? Ну, в общем, там достаточно такие жесткие условия, когда... Это неинтересно, да. То есть, в принципе, региональный оператор понимает, на что он идет, и он, собственно, за свои силы оценивает. Я хочу сказать, что банковская гарантия, это банковская гарантия, вопрос немножко в другом. Если мы заходим на 15 лет работать, то мы тогда действительно строим новые объекты, а не просто так вот, приходим, я извиняюсь, сливки, да, собрать и все. То есть, нам есть смысл тогда вкладываться, какие-то инвестиции осуществлять. Если эту организацию пустить там на 2-3 года, какой смысл ей вкладываться, создавать какие-то объекты, вообще строить эту систему, ну, как бы почти практически с нуля, скажем так, да. Ну, она там сливки сняла и ушла. А если она заходит на какой-то долгосрочный период, есть резон вкладывать серьезные деньги. Слушайте, вот тут про серьезные деньги. Мне все время хочется спросить, и Богдан Владимирович знает, что я люблю эту тему, мы с ним, я доктор, наверное, об этом говорили, по переработке мусора. Во всем мире на этом вообще, ну, если я ошибаюсь, поправьте меня, на этом зарабатывают деньги. И очень успешно вообще перерабатывают в мусор, во что-то полезное. Вот в нашей стране, в нашем регионе в частности, вообще есть шанс, ну, по крайней мере, благодаря вот этой мусорной реформе, что мы придем к переработке мусора. По краю у нас на шести объектах уже стоят линии по сортировке и обработке. Пока понятие утилизации у нас слабо развито, в законе прописано. Утилизация – это подготовка отходов к производству новых, идентичных товаров. К переработке, да. Вовлечение повторных жизненных циклов, скажем. Восточный оборот, да. Вот. У нас эти мощности есть. Единственное, то, что нужно стремиться, как бы, ну, к тому же раздельному сбору, тоже, как бы, вопрос довольно сложный. Вот этот вопрос у меня как раз тоже есть. Мы вот в этой мусорной реформе, есть вообще какой-то период, который заложен, и вообще какие-то районы, регионы, в котором мы уже перейдем к сортировке мусора. Что люди начнут пластик, стекло, будут знать, что делать с энергосберегающими лампочками, я не знаю. У нас на сегодняшний день, помимо того, что мы региональные операторы, у нас есть два объекта, которые, на которых, скажем так, занимаются отходами. Вот этот хутор Нижнерусский, о котором я говорил, там, значит, мусороперерабатывающий завод, так называемый межмуниципальный зональный центр, на котором стоит вполне нормальная и современная линия по сортировке отходов. Значит, там отходы уже на сегодняшний день выбираются, то есть пластик, стекло, пэт, это все уже делается. Там организовано уже производство из этих вторичных, скажем так, ресурсов. У нас в регионе, в Нижнерусском. В Нижнерусском, да, и производится плитка тротуарная. Да, ну, пока что, может быть, в небольших объемах, но мы только начинаем с этим работать. Объект, который у нас у города Светлограда, на сегодняшний день мы тоже проектируем, начали проектирование там, значит, цеха мусоросортировочного завода. Что касается раздельного сбора отходов, значит, я хотел бы сказать, что действительно это, ну, очень интересная тема. Но вопрос в чем? Ну, невозможно сразу заниматься раздельным сбором, пока у нас еще даже договоры, извините, не заключены. Мы хотим для начала заключить договоры со всеми. Я же говорю, период, то есть мы об этом думаем сейчас уже сегодня? Конечно, мы хотим сначала обеспечить заключение договора, выстроить со всеми нормальные отношения, со всеми потребителями. Потом уже постепенно переходить совместно с министерством ЖКХ, совместно с органами местного самоуправления. Постепенно включать те мероприятия, с которыми можно будет обеспечить этот переход, потому что это дополнительные затраты. Это надо купить отдельные контейнеры, извините, для сбора мусора. Маркировки сделать. Мусоровозы сделать специальные, которые будут раздельно мусор собирать. То есть это достаточно серьезное вложение тоже. Поэтому все поэтапно будет реализовываться. Слушайте, ну а люди готовы к тому, чтобы, например, каждый житель готов сортировать мусор? Ну вот как вы думаете? Сюжет ваш, по-моему, сюжет смотрел, когда люди опрашивали на улице. И сам, вот часто бывают, ну допустим, Комсомольские пруды, да, где там можно побегать. Там стоят эти контейнеры, эти фирмы, да, расположены у нас по линии Минпрома нашего краевого на территории технопарк Мастер, да, на Кулакова. Там расположены линии по именно переработке пластика. Ну, они делают, вот, компания, если память не изменяет, это Севка Фрицикл. Вот, этот пластик, который собирают, ну вот люди довольно сознательно, если мы говорим про людей, да, сбрасывают. Сначала было, когда поставили вот эти контейнеры именно для пластика, сетки так называемые, туда бросали все подряд. Вот я сам, ну вот, когда иду от дома до работы, вот из центра до Минжика Хая, просто вот улица Комсомольская там такие стояли. Вот где-то, ну там, год-полтора назад, там были просто пакеты с мусором люди бросали. Потом постепенно поняли, что до людей это дошло, потому что это хорошо, там, экология. Ну, и, по крайней мере, человек себя чувствует более сознательным и стремится, ну, скажем так, к чистоте. Если ты не мусоришь, соответственно, как говорится в русской поговорке, да, чисто не там, где убирает, а там, где не ссорит. И пластик этот, он довольно успешно перерабатывается, потом увлекается во вторичное производство. Вот эти, эта компания, которую я назвал, они производят, ну, пока только отдают это вторсырье, из него производят, допустим, те же метлы для дворников, там, скажем так, или там, совки, чтобы подметать. Вплоть до того, что это элемент, там, техники определенной, который убирает, вот, из вот этих вот отходов, которые собираются, ну, чистые, опять же. Вот. Такие мощности есть, как бы, а про людей, то, что сказали, я думаю, что да. Единственное, ну, площадь не всегда позволяет заниматься раздельным сбором, допустим, в той же квартире, если ставить баки для раздельного сбора, они туда просто не поместятся. Ну, в общем, каждому из нас нужно будет вот под этот вопрос менять свой образ жизни и менять свое пространство. Уважаемые телезрители, я напомню, что мы вот сегодня говорим о мусорной реформе, о всем том, что связано с обращением ТБО, о новом том, что с января 2018 года придет в нашу жизнь. Вы еще успеете позвонить в наш прямой эфир 8 800 707 0226. Звоните. Наши гости отвечают на все вопросы, которые сегодня возникают, в том числе на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Если они у вас есть, звоните. А вообще, вот, уважаемые гости, вы сейчас, ну, ожидаете ажиотажа вопросов? И вот на сегодняшний день сталкиваетесь ли вы в вопросе цен, в вопросе вообще организации? Вот уже сегодня люди к вам обращаются с вопросами? Обращений много, но, скажем так, мы превентивные меры приняли. Состоялось под председательством Владимира Владимировича, нашего губернатора. По данной зоне было три кустовых совещания. По районам были приглашены главы, в том числе муниципальных образований, сел, поселений. Вот, в принципе, люди проинформированы. Здесь, ну, скажем так, в городе Ставрополь, допустим, там, Михайловский, народ более, ну, скажем, наверное, или новости чаще смотрят. Вот, но где-то в селе тоже нужно это доносить. Мы это сделали, вот, буквально в конце ноября. Вопросов было тоже много, обращений сейчас много. Звонят и в министерство, звонят на горячую линию, которая открыта у Экосити. Кстати, у нас, я напомню, на, по радио говорили, да, на сайте министерства также вкладка размещена. То есть, когда сайт открываешь, там, по бегущей строке мелькает эта горячая линия, те районы, которые мы затронули сейчас в рамках этой зоны. То есть, можно и в том числе, ну, не в том числе, а обязательно нужно. Ну, я даже сам звонил, как заключить договор. Девушки мне довольно грамотно все объяснили. Вот, мне понравилось. Мы, со своей стороны, как органы исполнительной власти, также информируем. Это хорошо. Если говорить об информировании, ну, каждого жителя, да, я так понимаю, что обязанность такая есть, наверное, у оригинального оператора, помимо вот тех кустовых совещаний и горячей линии. Я не знаю, в каждом подъезде висит ли объявление. Вот вопрос информирования. Значит, информирование мы обеспечиваем, насколько это возможно, да. То есть, у нас проводятся встречи, значит, и с домовыми комитетами, и в селах собрания с жителями. Единственное, конечно, ну, может быть, не всегда получается ответить на все вопросы, потому что, ну, как я уже говорю, нет тарифа пока утвержденно, а у людей первый вопрос – цена. Сергей Геннадьевич, а мы уже сейчас можем сказать, когда люди узнают цену? Или это будет с 1 или с 31 января? Мы запланировали уже заседание правления, поэтому вопросу 19 декабря будет проведено правление, будет определена цена предельная. Ну, опять же, я напомню, она вряд ли что скажет населению, эта цена, потому что она непривычна для применения. Это будет цена на 1 кубометр. Например, люди у нас сейчас, на сегодняшний день, кто рассчитывается по квадратным метрам за площадь, кто-то кому-то на человека выставляет. А как, кстати, потом рассчитывать? Это за коммунальную кубометр? Это тариф за кубометр. Потом применяется, то есть, в министерстве будут утверждены нормы накопления на одного человека. И применительно это, то есть, умножая тариф в рублях за кубометр на кубатуру, естественно, там, и будет устанавливаться цена предельная. У нас норма потребления, ну или как это сказать, да, на каждого человека будет сколько-то кубометров. Сейчас мы еще не знаем, сколько это. Ну, сейчас по нормам накопления в среднем считали, это 2,5-3 куба на человека в год. Эти замеры проводились очень-очень давно, они весьма условны. В некоторых районах эти замеры отменяли, ну, примерно по ним считали. На данный момент мы натурные замеры производили, мы нанимали компанию, которая именно проехала. Мусорила и считала? Ну, примерно, да. Они приезжали просто на мусорную, на контейнерную площадку, завешивали, тарировали контейнеры. Все это с линейкой, с весами, все это мерилось. Это в том числе и в сельских населенных пунктах. Вот. Здесь, опять же, нужно обратить внимание на то, что, как бы, ну, морфология мусора изменилась и изменилось его количество. То есть, если я даже помню себя, там, допустим, в детстве в деревне, да, такой же, допустим, пластиковой упаковки так много не было, там, картона, так и так далее. Больше стало мусора? И так далее. Я уверен, что стало больше. То есть, вот эта норма 2,5-3 изменится? Это в зависимости от категории населенного пункта. Скажем так, сельский это населенный пункт. То есть, сколько нюансов. Ну, плюс то, о чем я говорил, что, естественно, даже если предельный какой-то тариф нам установят, региональная тарифная комиссия, естественно, под населением мы его будем корректировать в сторону уменьшения. Потому что предельный тариф мы будем применять, там, может быть, к юридическим лицам, у которых финансовых возможностей больше. Для населения мы будем ориентироваться на текущий тариф и плюс те, как бы сказать, родополнительные наши расходы, о которых мы уже говорили. Первые цифры новые увидят люди когда в своих платежках? Получается... Первые цифры они увидят в феврале, в первых числах февраля. Платежки. За январь. Я просто еще чуть-чуть дополню, да, если мы возьмем даже средний тариф по району, ну, весьма условно, да, если посчитать. Мы можем взять один из районов, который попал в эту зону, взять, допустим, административный центр района, где люди платят 100 рублей. Спокойно платят, в остальных населенных пунктах не платят ничего. Вот такой нюанс. То есть эти вещи нужно будет регулировать. Теперь будут платить все, убирать будут везде. И, собственно говоря, мы придем, я по крайней мере, надеюсь, к чистоте. Уважаемые гости, спасибо вам за интересный эфир. У нас остается буквально несколько минут. Есть ли у вас что сказать нашим телезрителям? Если есть, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Ваши советы на путствие, что еще нужно сделать? Ну, как бы, мне хотелось бы обратиться ко всем. Если есть вопросы, куда обратиться? Обратиться ко всем, да. Значит, как только будет утвержден тариф, как бы утверждена норма накопления, мы непосредственно приступим к заключению договоров. Я хотел бы попросить обратиться ко всем, тем более, есть такое поручение губернатора, поддержать нас и местные органы власти, и самих граждан, и уличные комитеты, общественность. Что это общая задача на самом деле. И я думаю, что чем оперативнее мы решим, тем чище у нас будет. Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители. В нашей студии были Богдан Забелин, Сергей Губский и Сергей Докукин. Говорили мы сегодня о мусорной реформе. Поэтому остается только пожелать всем нам успеха в этом непростом деле. Вам, уважаемые телезрители, отнестись к пониманиям к этой работе. Ну и помнить о том, что мы с вами живем в этом мире, мы с вами мусорим. Этот мусор вывозят и перерабатывают. Я очень хочу, чтобы его перерабатывали. Поэтому мы за это все платим и должны обязательно платить. Успех вам чистоты в домах, в душе и в помыслах. Оставайтесь на своем ТВ. Всего доброго.